Всем привет, ребята! Меня зовут Милана, и добро пожаловать на мой канал и на мое новое видео. Это Get Ready With Me. Get Ready With Me переводится как «собирайся со мной куда-либо», то есть на прогулку, на работу, в школу, на квест и так далее. В моем случае я собираюсь ехать с подружкой в Москву гулять, и сегодня я вам покажу свой ежедневный макияж, о своих продуктах, что я использую для макияжа. Будет интересно, поэтому давайте поскорее начинать. Свой макияж я всегда начинаю с увлажнения кожи, а так как сейчас жарко, я использую обязательно SPF. У меня вот такой вот крем от Аравия. Наношу его на щечку, вот сюда, на нос, на лоб. И хорошенько распределяю его. Кожу под глазами тоже обязательно нужно увлажнять. Я увлажняю вот таким вот кремом от Лореаля. Он мне очень нравится. Он именно вокруг глаз. На самом деле я редко пользуюсь тональным кремом. В основном я пользуюсь только консилером, потому что у меня не бывает таких прям высыпаний. Но сегодня я вам покажу полный макияж, и мне вот здесь вот немножко обсыпало, поэтому сегодня будем наносить тональный крем. У меня вот такой вот тональный крем от Коллаген. Да, я знаю, многим он не нравится, многие его не любят, но он очень подходит моей коже. У меня нет от него никаких высыпаний, и он мне очень нравится, поэтому я им пользуюсь. Наношу его буквально чуть-чуть, чтобы просто выровнять тон. Все, я выровняла тон, теперь можно наносить консилер. Консилером я пользуюсь вот таким вот от Luxe Visage. Я совсем забыла, что нужно уложить брови. Обычно я это делаю в первую очередь, но так как я сейчас забыла, мы будем это делать уже после консилера. Теперь переходим к моему самому любимому. Это румяна. Сегодня я сделаю вот такие вот от Alien в 0,2 оттенке. Они мои самые любимые. Наношу вот сюда на нос. Вот так. Растушевываю я все это. Далее это контуринг. Контуринг мой любимый, конечно же, от Chic. Многие говорят, что он вызывает высыпание, но у меня такого нет, слава богу. Хотя у меня кожа как раз-таки очень чувствительная. Если какой-то продукт мне не подходит, мне сразу высыпает. Но от Chic меня никогда не высыпало. Я ставлю вот так вот. Растушевываем все вот такой вот кисточкой. Сегодня контуринг прям очень классно ложится, потому что иногда он ложится пятнами. Вот обычно, когда какие-то важные мероприятия, у меня постоянно вся косметика пятнами ложится. И румяна, и контуринг. Возможно, это потому что мы торопимся, и из-за этого так получается. Но сегодня, как ни странно, очень даже хорошо. Возможно, я сейчас кого-то удивлю, но я вообще не пользуюсь пудрой. Вообще. Вот никогда. Ни летом, ни зимой, ни осенью, ни весной. Потому что у меня кожа очень сухая. И если я еще буду наносить пудру, то у меня под конец дня вот здесь вот, особенно вот тут вот, вот здесь вот, вот тут вот возле носа, все начинает облазить. Все шелушится, выглядит это просто ужасно, поэтому я пудрой не пользуюсь. И сразу перехожу к сухим продуктам по второму кругу. Я наношу контуринг, бронзер и румяна. Мои самые любимые сухие румяна это от Top Face. Наносим их, чтобы макияж выглядел поярче. Кремовые румяна. Куда же наносим и сухие. Ну, прям поярче стало выглядеть, да? Скульптор от Limony. Тоже очень классный, мне нравится. Вначале мне, кстати, казалось, что он не темнит. Но, видимо, это что-то я там сама себе напридумывала. Потому что я даже спрашивала у подружек. Они говорят, нет, он себе очень даже хорошо. Опять эта фотография отклеилась. Да что ж такое-то, а? Я раньше вообще не понимала смысл бронзеров. Мне казалось это очень странно. Я вообще не очень люблю загорелую кожу на себе. Я сама по себе очень светлая. Но когда мы там едем куда-то на море, то я загораю. И мне это как бы не нравится, как это на мне смотрится. Но потом я как-то вот его полюбила резко. Не знаю, мне понравился его эффект. И сейчас я им пользуюсь каждый день. Без него не обходится ни один мой макияж. Мой самый любимый бронзер из косметики мамы. Это вот такой вот сияющий бронзер от Catrice. Я его взяла у мамы. И он мне очень нравится. Я им в основном и крашусь. Я вообще люблю сияющий румяна, сияющий бронзер, сияющий хайлайтер. Все, что сияет, мне очень нравится. И наношу вот такой вот пушистенькой кисточкой. Вы видите, этот бронзер сегодня тоже не лег пятнами. Это что вообще такое? Может, не постоянно снимать свой макияж на видео? Осталось оформить глаза и губы. Начнем с глаз. С глазами у меня тут дилемма небольшая. Потому что очень много теней. Но я не хочу сегодня красить прям сильно. Возможно, я выберу какие-нибудь сияющие тени с блестками. Кто бы сомневался. На самом деле, давно я не пользовалась вот этой палеткой от Artvisage. Может быть, сегодня ей попробовать накрасить. Здесь очень красивые блестки. Есть вот это. Это мои самые любимые. Но сегодня я их не буду красить, потому что они все-таки такие более вечерние. А так как мы идем гулять днем, я бы не хотела такие. Возможно, какие-нибудь другие сияшки выберем. Вот такие вот, я думаю. Они такие розоватенькие. Да, давайте их. Возьму пушистую. Кисточку вот такую. Мама говорит, зачем ты ты красишь эту пушистую кисточкой? Она вообще для тебя не подходит. Но мне она нравится. Мне удобно ей наносить. И давайте вот так вот. Блин, так красиво блестит. Я вспомнила, что мы еще не сделали. Мы не нанесли хайлайтер. Мое самое любимое забыли. Ладно, сейчас докрасим тени и хайлайтер обязательно. Вот так вот. Я не делаю себе подложку никакую. Мне, в принципе, не осыпается ничего. Так что нормально. Ну, с хайлайтерами все просто. Я беру такую палетку от Catrice. Угадайте, какой хайлайтер сегодня нанесу. Не розовый. Все в шоке. Я нанесу вот этот хайлайтер. Более бежевый. Потому что сегодня у меня нет никаких розовых акцентов в одежде. Вот эта вот кисточка специальная для хайлайтера. Наношу на нос. Раньше, кстати, я еще наносила на вот эту выступающую часть. Но теперь я не наношу туда. Наношу только под бровь. И на нос. Блин, мне прям все не нравится, как макияж получается. Я очень радуюсь, когда у меня макияж получается. Это значит, что день пройдет хорошо. Не могу сказать, что у меня какие-то суперкрасивые длинные ресницы. Но их определенно очень хорошо подчеркивает вот эта тушь от Vivienne Sabo. Именно черная. Вот у меня есть розовая. У нее мама отдала, она ей не пользуется. Вот мне она не понравилась. А вот черная, она очень красивая, очень классная. Не знаю, многие там говорили про нее как хорошее, так и плохое. Свои отзывы отставляли. Но для меня это просто самая лучшая тушь. Удлиняющая. Я больше люблю удлинение, чем объем. Мне прям она очень нравится. Но для начала керлер. Я знаю, он очень вредный. Выпадают ресницы от него и так далее. Но у меня все нормально. Если им пользоваться аккуратно, то все будет хорошо. Как же я обожаю все-таки эффект от керлера. Такие сразу ресницы, прям сразу взгляд другой. Даже можно уже не красить, и будет уже выглядеть красиво, как ламинирование. Ну вы только посмотрите на это. Это очень красиво. Вот кто мне что не говорил, сразу взгляд другой, более яркий, красивый. Мне очень нравится эта тушь. Я от нее балдею. Уже пользуюсь ей, наверное, месяца два-три. Но как в первый раз. Кстати, в начале, когда я только эту тушь... Кстати, в начале, когда я только купила эту тушь, она мне не понравилась. Видимо, ей нужно было какое-то время постоять. Она мне очень сильно оставляла пятна. И ресницы склеивала. А сейчас она наоборот их разъединяет. Но это просто магия. Последний и самый важный вопрос. Что мне делать с губами? Это достаточно сложно. У меня больше всего помад, карандашей для губ. Вот эта вот все, косметика для губ у меня гораздо объемнее, чем все остальное. Я не знаю даже, чем сегодня накрасить. Угадайте в итоге, как я решила накрасить губы. Диваж Мистаис 769 оттенок. Договорились, что люди меняются. Как же она вкусно пахнет. По-моему, очень симпатично получилось. Вот такой вот образ в конечном итоге у меня получился. Я только недавно в себе узнала то, что мне, оказывается, очень нравится фиолетовый цвет. Я влюбилась просто в эту кофту. Мне очень нравится этот цвет. Он выглядит очень красиво. Я раньше думала, что мне кроме черного и белого вообще ничего не идет. Оказывается, другие цвета тоже существуют. Мне нравится, что она подходит ко всем джинсам. К белым, к синим, к голубым. Как видите, к серым тоже она красиво смотрится. Она так, знаете, разбавляет образ. То есть он уже как будто не выглядит каким-то скучным. Как, допустим, с черными вещами. Если просто, допустим, одеться полностью в черный. Или полностью какой-то однотонный цвет. Все равно выглядит как будто скучновато. А так прям вот как-то даже необычненько. Мне нравится. Не стала укладывать щелку. И помада сюда идеально, как мне кажется, вписалась. А, единственное, я забыла сумку. Хотела надеть сначала белую сумочку. Потом поняла, что все-таки черный сюда больше вписывается. Потому что черный ремешок, черная обувь. И как-то более это будет все как-то гармонично смотреться. Так что такой вот Get Ready With Me получился. А я, ребята, буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok